Всем доброе утро! Сегодня 21 марта 2016 года. Некоторые из вас спрашивали, почему я так мало видео выкладываю. Ну, скажу, что просто нет времени их снимать, нет времени их редактировать, поэтому буду стараться исправляться. И начну небольшой такой видеолог вести по каждой неделе дополнительно к тем статьям, которые я пишу в блоге каждую неделю. Поэтому вот понедельник сегодня, начало 12-й недели рабочей, трудовой недели у нас на ферме. Начали из того, что затопили печь, ну это я затопил печь, а так уже родители пошли к козам, я сейчас иду к птице работать, и еще работы будут сегодня, которые я дальше расскажу. Продолжаем день, выгоняем коз на пастбища вот таким макаром. На, 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 подожди. Сзади малышня бежит еще не привыкшая чуть-чуть, но все равно лучше, чем раньше было. На, на, на. Всех выгнали, одна коза идет за мной. У него походу эти дни, а у меня штаны, куртка пахнет козлами. Так что такие дела. Утро продолжается, это наша одна из индейок на яйцах сидит. Просто к ней другая только что залазила, вот она и поправляется. Молодец, конечно. Скоро индейку будет скучно, потому что все сядут на яйца. И будет он, бедненький, хотеть сам скучать, с курами гулять. Утро продолжается, кормим кор. Значит, кормовая свекла у нас уже закончилась, и я им сейчас даю вот перетертый, натертый на терку картофель, который специально для них покупался. Потом добавляем мы им дробленую кукурузу, подсолнечный жмых. И это все вот так добавляем им вкусности и приправляем сывороткой, потому что у нас ее остается достаточно много в сыроделе. Перемешиваем. Сейчас они будут это все кушать. Вот курами я насыпал они у нас. Походу довольны. Кстати, сырого отключу я добавляю. Кто-то пишет, лучше ли не добавляй, там от нее им будет плохо. Я такого эффекта не заметил. И добавляю я потому, потому что там еще остается достаточно много белка в ней. И для того, чтобы не добавлять другие добавки, именно сывороткой и заправляю. И даже бывает вот так оставляю им. Если они хотят, то могут ее попить. Курочек мы вот показывал уже когда-то, содержим в небольшом загоне. Здесь где-то квадраты 50 на 40 или 50 голов кур. То есть вполне каждому по квадрату хватает. И по вечерам мы их выпускаем уже в наш небольшой сад гулять. Ну, лучше под присмотром, потому что они куры. И их сущность вот погрестись, что-то там перевернуть, деревья под деревьями всего там поразгребать. Потом приходится много за ними убирать. Поэтому по вечерам выпускаем. Когда здесь кто-то работает, то присматривать за ними. Хотя в идеале, конечно, хотелось бы отгородить территорию, где они могли бы на достаточно большой территории иметь доступ к зелени и всему остальному. Ну, а сюда вот в этот загон мы свозим постилку от коз. И она, ну, реально, она получается достаточно крупная. То есть целая солома. И курам это очень-таки нравится. И я там раз в несколько дней их нагребаю вот на такие кучи. И они потом потихоньку, за целый день эти кучи разребают. И в конце концов у нас получается вот такой мелкий поначалу. И если дальше там вот смотреть, копать, то структура еще мельче. И чем дольше она хранится, то есть здесь находится, тем лучше получается. Но для этого все равно его нужно на кучи вот такие накидать. И потом то, что на внешней стороне кучи сбрасывать в отдельную кучу рядом. И то, что более влажное, на внешнюю сторону. Получается тоже, ну, это взял от Джафлоттона, то, как он производит компост своими курами. В данном случае у него, конечно, территория побольше, он переезжает с ними. Но вот такой вариант в прошлом году себя показал очень неплохо. кучи внутри, да, теплые, сейчас показывать не буду. Но для этого нужно же каждый день, каждые два дня их наворачивать и, ну, там, иногда воды добавлять. Ну, чтобы достаточно было органики, то есть свежую соломку подвозить. На этом наше утро сегодня почти заканчивается. Я сейчас пойду... А, я еще пойду цыплятку кормить. Так что сейчас еще увидим. А еще классная новость. У нас вчера было прибавление вот таких трех малышей. Мы их вчера забрали в дом, они обсохли, все, а сегодня уже отправили в нашу теплицу, где они будут дальше расти. Я думаю, они здесь будут где-то месяц, потом отправим их уже в главное стадо. А еще сегодня должен быть один окот. То есть, ну, точнее, второй окот. Слева, вот видите, девочка. Девочка у нас красивая, такая коричневая. И серенькая, это уж девочка коричневая. Это пацан. Он ищет, что бы ему покушать. Ну, их уже утром кормили. И в это время мы их кормим каждые 2-3 часа. Потом через ней 5 там будет уже пореже. Такие классные малыши. Редактор субтитров А.Семкин